15 июля 1929 года на карте страны появилась новая административно-территориальная единица Ненецкий национальный округ. С 1977 года Ненецкий автономный округ. Территория региона – это более 176 тысяч квадратных километров, где проживают немногим более 44 тысяч человек, более половины из которых городские жители. Наринмар стал административным центром региона только в 1932 году. До этого первой столицей округа было село Тельвиска. Александра Литкова продолжит. За 92 года существования Ненецкий автономный округ прошел большой путь. У истоков образования национальной автономии стоял Иван Павлович Выучейский. Педагог, государственный и общественный деятель входил в состав комиссии по организации нового субъекта. Именно ему было поручено, так как он был первым учителем среди немцев, именно ему было поручено образование школ, культурных учреждений, такие, например, очень уникальные, как Красные чумы, избы читальней, а также образование колхозов и совхозов. То есть именно вот этими вопросами он и занимался. И все, кто его помнит, говорят о том, что именно Иван Павлович Выучейский был очень грамотным человеком, грамотным и очень справедливым. Первой столицей тогда еще Ненецкого национального округа стало старинное село Тельвиска. Лишь в 1932 году административный центр перенесли в Белощелье, будущий Нарьенмар. В первую очередь это было связано с доступностью морских и речных перевозок. Эта морская пресса была на Мусу, в конце улицы Набережной. А улица Набережная – это сейчас улица Первомайская. И относится эта территория к тому времени, относилась к сейчас, на сегодняшний момент, Нарьенмарскому морскому и речному порту. А именно в этом месте фарватер позволял подходить морскими и речным судам. Именно здесь, в поселочке Белощелье, сходились конечные пути морских и речных сообщений. Отсюда шел на экспорт Печорский лес. В 20-х годах прошлого века в Тельвиске были образованы первый на севере кооператив «Кочевник» и первая церковно-приходская школа. Здесь же базировались все учреждения округа, а население составляло 200 человек. Нина Чуркина уроженка в Тельвиске всю жизнь прожила в родном селе. О том, чем жили тогда, ей много рассказывали родители. Жили люди трудно, но вот как раз округ образовался, что здесь был первый съезд, немцы был. В нашем доме даже была типография, была в одной комнатке. Здесь первый выпуск газеты, здесь тоже в Тельвиске был. Так, Тельвиск – это вообще-то, как он называется, столица округа. Так что она на слуху всегда была. Сегодня социально-культурный центр села «Престиж» является площадкой для различных межмуниципальных праздников. Неудивительно, что Тельвиска, пусть и неофициально, носит звание культурной столицы региона. Известный деятель культуры Ненецкого округа и автор песен Татьяна Сидейская посвятила этому небольшому северному поселению две песни. И всегда с большим удовольствием приезжает сюда выступать. Ну, если взять другие, может быть, населенные пункты, я так-то проехала по всем уже, то, наверное, это считается самой такой культурной. Здесь все учитывается. И исторические какие-то, и государственные праздники, и муниципальные, и такие народные праздники. Здесь очень хорошо охват жителей всех, начиная с Мала до Велика, так скажем. Сегодня Тельвиска – это развивающийся и перспективный населенный пункт Ненецкого округа с населением 600 человек. Село является центром муниципального образования, куда входят еще две деревни – Макарова и Устье. С каждым годом в селе растет строительство как частного сектора, так и многоквартирных домов. Благоустраивается территория. Этот летний сезон для муниципального образования не станет исключением. В текущем сезоне у нас именно на территории сельского поселения запланированы работы по сносу ветких аварийных домов. Это у нас будет снесено четыре дома. Один в Тельвиске многоквартирный, 12-ти квартирный, и три дома в деревне Макарова. Помимо этого у нас планируется ремонт за счет денежных средств, выделенных от Заполярного района, ремонт технологического проезда между населенными пунктами Тельвиска и Устье. Участок 140 метров. Также мы в этом году участвовали в проектах по инициативному бюджетированию. Ожидаем доведение денежных средств по двум проектам, в результате которых у нас будет благоустроена территория как в селе Тельвиска, и будут отремонтированы тротуары в деревне Макарова. Помимо этого, за счет средств Заполярного района выделены денежные средства на обустройство травмобезопасных покрытий пяти детских площадок на территории села Тельвиска.